О, наконец-то! Да, зато как долгожданно, зато с таким наслаждением. Это называется... Нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Замечательно. Так, ну давайте время, мы уже вон сколько потеряли, полчаса. Тихо кому-то. Сейчас я сделаю громче, так лучше. Слышно? Спасибо за комплименты. Поехали. Давайте перейдем к делу. Итак, я задала вопрос, кто продвигал... Мы говорили об антиоксиданах. Поэтому вопрос звучит так. У кого были продажи, я имею ввиду там, у подписанных людей в розницу, значения не имеет, сколько микрогидринов или H500 было продано за эту неделю? Пожалуйста. Две баночки. Отлично. Караганда, Сымбан. Дальше. Кто? Возим. Валерий Климанов. Сам? Отлично. Три банки H500. Так, у меня одна, две, две. Отлично. Кто еще? Хватайтесь, хватайтесь, ребята. Три. Две. Две. Очень тихо. Саша, сделай что-нибудь по очень тихому. Они у тебя не включили. У себя, ребята. Регулируйте, усиливайте меня, как можете. Сейчас только микрогидрин плюс. Отлично. Три. Друзья мои, с такой активностью много денег не заработаешь. Ребята, я зачем рассказывала? Это волшебный шанс ваши ужасные продукты превратить в живые продукты. И вы сегодня, именно сейчас поймете, почему это так важно. И тема нашей сегодняшней встречи называется «Ферменты. Волшебные создатели жизни». Давайте мы включим файл и поговорим вот о чем. Еще процесс выдвинул идею о том, что существуют некоторые вещества, которые ускоряют те или иные реакции. Все в жизни течет, все в жизни изменяется. Рождается новое, появляется энергия силы, рост, развитие. Как из маленького зернышка вырастает огромное дерево. Как растет мгновенно практически на глазах бамбук. Почему только что было посажено зернышко, вот прошло полгода и мы собираем урожай. Это ведь очень быстро на самом деле идущие процессы. Но точно так же. Мы сорвали яблоко, мы положили, оставили его, еще и откусили. И яблоко начинает темнеть. Кто это? Что это? Что происходит? Ферменты организуют защитную пленочку, чтобы дальше внутрь не попала инфекция, не пошли процессы окисления. Знаете, этот знаменитый анекдот, когда папа идет с сыном, и сын спрашивает, папа, а почему яблочко зеленое, а вкусишь беленькое, а потом конеченькое? Он говорит, дорогой мой. Дело в том, что это связано с работой ферментов, которые включаются в процесс, в окислительно-восстановительный процесс. Ребен говорит, папа, ты сейчас с кем разговариваешь? Ну, я не буду вам так все сложно, на самом деле, оказалось, что действительно существуют в мире вещества, которые ускоряют естественные биологические реакции, очень медленно, в миллионы раз. Называются эти вещества энзимы, внутренняя закваска, это греческая перевод, или ферменты. И первая Нобелевская премия была присвоена в 1907 году Эдварду Бурхарту по теме ферменты строителей жизни. Смотрите, кнец 15-го, начало 16-го века, и какое 400 лет, 500 практически лет, ушло на исследования, на узнавания, на развитие научной мысли. И на сегодняшний день что мы знаем? Мы знаем, что наша жизнь зависит от ферментов. Мы знаем, что нет ни одной реакции, ни одной реакции в человеческом организме, ни оплодотворения клетки, ни деления клетки, ни дыхания клетки, ни развития органов, тканей, нет ни пищеварения, ни дыхания, ни мышления, ни гормонов, ни работы гормонов невозможно без ферментов. Ферменты – это те катализаторы, которые включают реакцию. Вы можете съесть огромное количество мяса, но если нет ферментов, этот кусок упадет, дай Бог, чтобы протолкнуло в кишечнике, там он будет гнить, сопровождая процессами брожения, и весь этот ужас будет накапливаться внутри у вас. Человек может погибнуть, сидя за столом, просто потому, что он питается, и если у него ферментов не хватает, что случается? Не хватает у него ферментов, в этом случае мы можем погибнуть от элементарного, от хорошего обеда. Я так не могу. Ферменты… Итак, знаете, вот если белки, жиры, углеводы – это строительный материал, минералы – это обязательные участники тоже строительный материал, то ферменты – это вот строители. Это не строительный материал, это строители. Что они из себя представляют? Они из себя представляют аминокислоты, связанные с определенными минералами и витаминами, и они работают очень специфично. То есть один фермент может запускать в секунду 36 миллионов реакций, но сугубо специфично. То есть именно расщепление этого белка или построение из двух-трех аминокислот именно этого участка цепочки. Это рабочие. Представляете, у вас на стройке привезли цемент, камни, я не знаю, весь строительный материал, и рабочие они пришли. И где будет ваш дом? Вот эти вещества и называются ферментами, включающие, как все в этом мире, как все в природе, оба процесса. Процесс созидания и процесс разрушения. Недаром вот одна из моих любимых стран – это Бали. А Бали – это индуизм, и у них есть Брагма, Шива и Вишня. Три божества, на самом деле, три лица одного и того же бога, только у них разные функции, как у ферментов. Шива – это бог разрушения, но созидательного разрушения надо расчистить площадку, чтобы появилось что-то новое. Вот точно так же и у нас ферменты. Они, с одной стороны, помогают нам питаться, усваивают пищу, и, с другой стороны, отходы нашего пищеварения тоже уничтожают. Итак, то, что известно человечеству. Ферменты делятся на три группы. На сегодняшний день насчитывается, ну, известно, скажем так, названо. Одно название прочитаю, потеряете сознание, так скажем. Очень длинные слова, нетрудно произносить. Но, известно, около 6 тысяч названных ферментов. Представляете, на самом деле, гораздо больше, ведь они сугубо специфичны каждой в определенном диапазоне действий. Что еще нужно знать о ферментах? Ферменты работают в определенных средах. То есть, в одних средах работают, в кислой среде работают одни ферменты, в щелочной работают другие ферменты, и им нужны нормальные условия. Третье, что мы знаем, три вида ферментов. Метаболические ферменты. Мы вырабатываем внутри себя и аминокислот, минерал и витамин. То есть, мы, ферменты, в том числе, ускоряют реакцию по построению самих ферментов. Вторая часть. Эти метаболические ферменты нужны для клеточного коктейлевого дыхания. Ну, например, клетка печени. Выполняет огромное количество функций. Вы отлично знаете, что это и борьба с ядами, это и свертываемая система крови, это и выработка иммуноглобулинов и так далее, и так далее. То есть, огромное количество работы, это требует огромного количества энергии. И в каждой клетке печени около 200 электростанций. Эти электростанции называются микрофондией. И в каждой из них от 10 до 100 тысяч крипт, таких крипт-городочек, пластиночек, как в аккумуляторе, и в слабо щелочной среде, заметьте, это обязательно, в слабо щелочной среде, от 40 до 60-65 ферментов, которые включаются в процесс получения энергии. Вот для этого нужны ферменты. То есть, видите, как все взаимосвязано. Есть пищеварительные ферменты. И мы с вами знаем, что есть три вида пищеварения. Пищеварение есть ротовое. В ротовой полости начинается пищеварение. И Илья Ив и Петров были не так уж не правы, когда написали в золотом теленке, этот знаменитый воздух, хорошо пережевывая пищу, ты помогаешь обществу. На самом деле это так. Потому что в слюне содержится амилаза. Это фермент, который расщепляет сложные сахара до простых. И процесс пищеварения начинается уже здесь. И хорошо смоченная слюной пища действительно подготовлена нормально к тому, чтобы попав в желудок, включился другой процесс. В желудке происходит дальнейшее дорасщепление сахаров. А дальше желудочный сок, соляная кислота включает работу желудочного сока. И пиксиноген, вещество, которое вырабатывается внутри нас, превращается в более активную форму в пиксин. Начинается расщепление крупных белковых молекул. А крупная белковая молекула может насчитывать там десятки, сотни амилных кислот на их составляющие пищеварения. Все. Дальше. Все пошло в двенадцатиперстную пешку. И тут включается великая, могучая, химическая лаборатория поджелудочной железы. И открывается желчный прокурор. Желчь помогает расщеплять жиры. И включаются ферменты. Амилаза. По сахарам мы продолжаем. Липаза. А этот работает только с жирами. И протеаза. Это мы работаем с белками. Ну и дальше поехали. Депсин, химодерепсин и так далее. То есть пищеварительный эксперимент порядка 22. Это то, что сегодня и вес. Смотрите, не так просто тут засунули кусок пищи в рот и уже все хорошо. Нет, не все. С первым кусочком пищи вы включили в работу огромное количество работяг, которые работают каждую секунду, выполняя огромное количество действий. И если у нас все хорошо с ферментами, то процесс пищеварения идет нормально. Не то, что не усваивается, расщепляется до мельчайших составляющих и готовится на выход. Токсические вещества, которые из пищи попадают, уничтожаются ферментами. Разлагаются ферментами. Кроме того, мы, знаете, ложки и вилки не только себе могилу, но еще и заболеваем, потому что живем в нестерильном мире. Бактерии, вирусы, паразитики и так далее. Оказывается, ну допустим, вирусы, а также раковые клетки, они окружены белковыми оболочками. И без ферментов, которые пробивают, распаряют эту белковую оболочку, а мы с ними сделать ничего не можем. Именно мощное, наличие мощное количество ферментов в пищеварительной системе и поддерживает наш иммунитет. Ну и если мы все нормально расщепили, то мы можем и усвоить. Вообще, честно говоря, человек это не то, что, мы говорим, человек это то, что он ест. В Таралл-клубе мы уже научились, что человек это то, что он ест. И не только ест, но главное усваивает, что в состоянии усвоить ферменты. Так вот, оказывается, мы с вами рождаемся с определенным набором ферментов и команд, управляющих ими. И здоровье продолжительной жизни человека определяется следующим. Достаточно ли у нас строителей и не в маразме ли эти строители? Потому что если достаточно у нас строителей, то у нас и пищеварение прекрасное, и усваиваем мы легко и быстро, и выводим мы токсические отходы, у нас нет самоотравления легко и быстро, и поддерживаем свой иммунитет, и не сбиваем себе обмен веществ. Но от чего зависит, хватит нам или не хватит. Первое, это врожденные патологии. Есть такая целая разделка, и я посылаю вам статью, коротенькую обзорную, чтобы вы знали, что есть врожденные патологии. Как раз вот то, о чем с вами говорили, коралловые дети рождаются здоровыми. Это не значит, что там, главное, что у человека нет расщепления верхней губы или верхней челюсти, таких явных врожденных родов. Нет энзимопатии, ферментопатии. Потому что если есть ферментопатия у человека, ребенок рождается уже с большим проблемами. И те, кто знают, что такое пенилки, пенилки, уже понимают, что это вклада ребенка за истощенный банк ферментативный родителей, бабушек и прабабушек. Итак, генетически, насколько сильный у нас ферментативный банк? Второе. Ферменты мы должны сами синтезировать, если нам хватает питательных веществ. Насколько сбалансировано у нас ферменты? Что истощает ферменты? Давайте запишем. Первое. Нераздельное питание. Почему это так важно? Почему вот там, говоря, колотится раздельное питание, хотите, хотите поддерживать себя в хорошей форме, нужно раздельное питание? Ну почему? А потому что ферменты, работающие, допустим, в желудке, это ферменты, работающие в кислой среде, в синтезе. И если у нас ферменты, работающие с углеводами, с жирами, с белками, в 12-ти перситочке, они работают только в челочной среде. То, что продается в аптеках, да, там, сейчас хочу быстро сказать, там, пистал и так далее, да, это ферменты, которые добывают. Второе. Нас катаболит. То есть убивая животного, ну, во-первых, мы получаем информационную дозу того, от чего товарищ умир. Потому что каждая молекула несет еще и информацию, кроме того, что физический, количественный состав, еще информацию. Ну, второе. Животные ферменты, чтобы они работали в 12-ти перситочке, они должны быть в капсуле. Капсула пока растворяется, все поздно, уже легло, тяжким грузом прошло дальше. Либо они работают в кислой звере и не работают в челочной. Растительные ферменты в значительной мере работают и в той, и в другом. Именно поэтому можно есть, нужно, необходимо есть большое количество живой пищи. Сейчас как мы будем все питать. Первое. Раздельное питание. Раз. Второе. Длительные перерывы между едой. Когда у нас длительные перерывы между едой, мы истощаем банк наших ферментов. Потому что процессы продолжают идти. Вы устали, вы работаете, вы говорите, вы спите, у вас любовь или у вас раздражение, физическая или умственная нагрузка. Везде участвуют ферменты. Вы не получили нового строительного материала. Ферментативный банк истощается. Именно поэтому частое дробное питание. Третье. Огромные порции. Огромные порции. А мы не в состоянии. Организм этого, извините, не цирк на дроте. Щелкнул, мне надо срочно два вагона таких ферментов, два вагона таких ферментов. Нет. Есть режим работы завода. Вот и завод выпускает определенное количество продукции. Некоторое может депонировать. Вы не ели целый день. Извините. Все истощилось. Нечего строить. Не подвозили макиялы. А теперь вечером мы пришли. Ага. Извините, там запас такого нет. В результате у нас накапливаются токсические вещества, которые сами являются внутренними разрушителями нашей ферментативной системы. Теперь вы понимаете, чтобы сохранить свой ферментативный банк, нужно выполнять элементарные правила. Правила питания. Дробное питание, раздельное питание, небольшими порциями. Ну а теперь, что есть. Потому что длинную долю ферментов мы получаем с питанием. И вот оказалось, что лучший источник питания, пищевых ферментов, это растительная пища, это все зеленое, это травы, это орехи, это продукты живые. Это соки. Вот идеальный источник ферментов, это живой сок, когда вы только выпили и выпили сразу. Через 15 минут этот сок уже теряет свою ферментативную активность, ну скажем, в 2-3 раза. Почему нам нужны пищевые ферменты? Почему нужна водоросля? Да, согласна. Почему нам нужно добавлять ферменты в пищу? Да, есть замечательный ученый, который написал, термическая обработка пищи хроническое заболевание землян. А никто на земле, кроме человека, не ест термически обработанную пищу. А что нужно узнать о ферментах? При 49 градусах они становятся неактивными. Неактивными, не работают. Все, знаете, товарищи, физически присутствуют, но работать не может. При температуре 59, по-моему, все, уже фермента нет. Уже осталось, одни воспоминания, потому что он был труб фермент. Ребята, вся пища термически обработанная. Не если в вашей пище термически обработанная пища большинство, извините, у вас большая проблема. Я люблю в связи с этим замечательный анекдот. Как французская и русская женщины идут в зале. Русская женщина несет огромный локоть, ломоть мясо, и частный пучок петрушки. Французская женщина несет огромный пучок зелени и небольшой кусочек костного мяса. И в этом разница, и в продолжительности жизни, и во внешнем виде, и в энергетике. Поэтому и сила мужского здоровья от этого, безусловно, зависит. И тайне. И тайне. В свое время я познакомилась с Дэвидом Сандавалом, молодой человек, который имел большую проблему в семье. Их было 8 человек в семье, и мать заболела, стопка щиток росла, состояние матери не улучшалось. Его отослали, как младшего, отослали в дом дедушки. В течение полугода-года у дедушки начал прогрессировать склероз. В общем, опять стопка щиток растет, опять проблемы. И потом все очень. Ну, в общем, вот он рассказал такую трагическую историю. Это такое сильное произвело впечатление на молодого человека, что, во-первых, болезни могут забрать близких, лишить их возможности общаться с тобой. Во-вторых, что лечение, обычное амптекарское лечение не приносит эффекта, но занимает огромное количество денег. И он сделал следующее, он обратился в клинику натурального питания. И в результате в нашей компании появилась питая энергия. Зеленая питая энергия, это один из продуктов в основе работы в этой судьбе. Вот он говорил. И, кстати, клетчатка, про хайбер, или про волокно, это тоже продукт, или до сенталата. Он объявил вне смир в поисках нигде не модифицированных продуктов. Он искал источники живых натуральных. Что же является источниками пищевых ферментов? Живые, натуральные, не симпетизированные, не химические растения, которые выращены на натуральных почвах. Много естественно помогли. Например, вот на Бали, там вообще удобрения, никакие земные. Вулкан дымит, кислород, кух, вот так вот, минералов, соответственно, и витаминов, и ферментов, и все живое, и растет замечательно. Но коль у нас такой возможности нет, нам нужно водородать. И, наоборот, он давал, рассказал две истории произведших на меня очень большое впечатление. Он говорит, представьте себе волчью стаю, да, мало ли все помнят, а тело, самый главный вожак в стае. Когда стае гонит оленей, первым ест вожак. Так вот, что ест вожак? Он срезает желудок, он ест желудок. Почему? Он полон, вот, желудок, кишечник, он полон еще остатков уже ферментированных, обработанных травы и огромное количество ферментов. Именно поэтому он такой сильный. Именно поэтому. И это право вожака получить лучшую пищу. Именно это. Источник ферментов. И второе. Довицын давал, говорил, моя миссия. Знаете, вот представьте себе, что вы с друзьями поехали на пикник. И вы решили уехать немножко раньше, а вы отдыхали на небольшом острове, который соединен с материком мостом. Вот я подъезжаю, вижу мост обрушен. И я думаю, что делать? Куда бежать? Сейчас друзья приедут, а темнеет, а они приедут. Бежать за ними. Куда? Я стою возле этого моста и вижу. Внимание! Ребят, здесь опасно. Вы можете погибнуть. Вы можете потерять здоровье. Вы можете постареть. Вы можете заболеть онкологией. Вы можете на ровном месте, не зная, как устроен организм, не зная, как надо питать, потерять и силу, и молодость, и здоровье. Итак, мы сегодня с вами будем говорить именно об этой части. Пищевые элементы, получаемые из них. Это те, которые мы сегодня, а, должны поставлять регулярно. Кстати, заметьте еще одну вещь. Чем человек старше? Каждый эксперимент может выполнить определенное количество функций. И это рассчитано на определенное количество функций. Дальше. Знаете, как человек стареет и начинает слабить мозгами, и начинает ошибаться. Вот так ферменты начинают ошибаться. Если мы не пополняем банк ферментов, у нас проблемы. Итак, еще что нужно знать. Вот мы все говорим об экологии, об экологии, и как бы уже общие слова, все знают, что что-то такое нехорошее, когда у нас свинец влезет. Ну, свинец влезет. Так, ребят, я... Ну, чуть-чуть подсправьте, микрофон. Так лучше. Так лучше. Алло. Отлично. Я... Сейчас. Вот просто очень хочется прочесть одно умное название, чтобы все запомнили. Вот такой свинец влезет. Он разрушает фермент. Анина-Леву-Лин-Адегидродазы. Можно произнеси? Но смысл состоит в следующем. Свинец в воздухе разрушает фермент в результате у детей хроническое аналии. Или пары тути подавляют другую активность фермента дыхания, в результате чего токсическая энцефалопатия у детей. Свободные радикалы. Мы вчера, в смысле прошлой неделе говорили. Перепись водорода, активный кислород и так далее, озон. Это все, что образуется в фотохимическом мусоре любого большого города. Влияет на ферменты, активизирующие лимфатическую систему, ответственную за иммунитет. Падает иммунитет. Почему? Ферменты нарушили. Ну и одни из ферментов отвечают за склонность к злокачественному росту. То есть их дефицит ведет к склонности к злокачественному росту. Поражение суставов и почек. А также зрение и так далее. Так, буквально закончила, давайте говорить на тему, что нужно делать. Итак, пишем. Первое. Первое, что нужно сделать, это отрегулировать систему питания. Раз. Второе. Вот по тем принципам, которые отрегулировали. Второе, что необходимо сделать, это стремиться вести более калорийский вибрая жизни. Третье. Перераспределить свое питание с большим количеством свежих, свежих, овощей, фруктов, соков. И снижением термически обработанной пищи, а также рафинированной пищи, а также пищи, содержащей консервантов. Потому что синтетические консерванты, их задача единственная, остановить жизнь, деятельность, фруктов. Это смысл, предназначение единственная. Ведь поставив строительный материал, мы убили рабочих, и теперь это будет лежать, винить и нас отраблять. И следующее, добавить, добавить к своему питанию, кроме натуральных соков, фруктов и овощей, ферменты. Особенно это важно сейчас, сегодня. Почему? Потому что вот еще пару дней, недель, и холодная температура, наш рацион питания все-таки переходит в сторону термически обработанной пищи. В результате у нас начинается ферментная дефицита. Продукты, содержащие ферменты. Я сейчас поговорю о двух, на самом деле у нас их четыре, на самом деле у нас их больше десяти. Первый продукт, с которым познакомилась я, и об этом есть фильм, и ссылку в конце нашего вебинара обязательно дам, Это очень старенький фильм, качество очень слабенькое. Это фильм компании Health Technologies Network, той компанией, с которой мы начинали сотрудничество в 1998 году. И этот фильм спас мне здоровье, скажем так. Этот фильм переведен нашим президентом и озвучен нашим президентом Леонидом Августовичем Лахом. И это был большой фильм о воде, который ведет к щелочью организму, меня это сразу, вот я это все купил. И о том, очень хотелось продемонстрировать, как работают продукты. И темнопольный микроскоп показывали не просто на поне Alcomine, тогда он так назывался, наш, а людям давали вода, серебру, ассимилятор. Капсулу открывали, вот люди. Что такое ассимилятор? Ассимилятор – это набор ферментов, пищевых и пищеварительных ферментов растительного происхождения. То есть это амилаза, лефаза, протеаза и так далее. И ассимилятор содержит большое количество минералов. Почему это важно? Почему минералы важны? Да потому что что такое ферменты? Это аминокислота и минерал. А ферменты – это аминокислота и витамин. И если вы, помня наше предыдущее, не прошлое, а позапрошлое занятие, подключили к своему питанию такие продукты, как противити и биошей, то ассимилятор будет работать блестяще. Это не только те ферменты пищеварительные, которые вы съели, это еще и выработка метаболических ферментов, благодаря количеству минералов, содержащихся здесь. В филатной форме легко усваиваем. То есть им осталось только соединиться с аминокислотами, которые находятся в противити и биошей. Почему ассимилятор? Потому что в этом фильме показываются, как растворяются кристаллы, мочевой, оспарной кислоты, как и увеличиваются в размерах эритроциты, увеличиваются в размерах лейкоциты. То есть на глазах за буквально 10-15 минут такая шикарная реакция. В чем это делается? В огромном зале люди добровольцы приходили, и все остальные смотрели, овации, шок у людей. Я никогда не думал, что это так. Я всегда считал себя здоровым, оказывается. И я посмотрела этот фильм. А моя история в втором клубе началась, потому что я купила за подвумку, не знаю, будет ваша компания, будет ли мне. Челочная вода мне нужна. Я понимаю, что кислотно-челочный баланс – это основа основ. Я пью в голову. Ну а помните, мы говорили с вами, вода и калаванда, эти продукты к ней работают как указательные палочки, как указательные палочки. У меня полетела левая колена. Я с трудом вспомнила, что в юности, когда я была молодым врачом, и ездила в село, я не ездила в автобус, ездила по пунктам. Ну, на Шеряевском трассе, там, на направлении. По пункте – это КамАЗы. И вот я со своим ростом метрский, чтобы подняться на КамАЗ, я пересогнула колено. И вот я так и забыла, какое-то время немножко повалела и забыла. И вот оказывается, у меня проблема. По лестнице вверх могу, не с ним могу. Одна из моих медицинских специальностей – это ревматолог. Что такое выражение суставов? У меня мурное воображение, если я представляю себе чудную картину. Сначала одно колено, второе, потом локтевые суставы. Не разгибаются потолки, запястные плечи, голеностопы. И я полупаралитический, ползущий по жизни человек, на плечах которого мама, ребенок убрать. То есть, чудная картина, значит, вот так все сразу. И стало у меня ближе страшно. У меня пухло колено стало красное, горячее, все как положено, все признаки расстались. И как нормальный человек, тем более медик, я обратилась к... А в это время я работала во Львове, читала лекции в сетевых компаниях, и обратилась к рентгенологу, мне сказали, «Дружка, поздравляем, у вас старость, у вас шип, у нас колено». То есть, когда-то произошедшая травма, плюс неправильный образ жизни, плюс там различные дефициты качественного питания, и так далее, привели год. Якобы совести у вас нет, мне 42 года, вы мне порасскажите, я приехала в Одессу, спортивный диспансер, мы подтвердили диагноз, девушка у вас старая, ну, дальше все, что предлагает медицина. И в этот момент очень страшно, знаете, когда ты сесть можешь, а подняться не можешь, тебе ребенок поднимает. И в этот момент я вспомнила этот фильм. И я купила упаковку жизни. В упаковку жизни входит два, да, ассимилятор и активин. То есть, про актин, мы в прошлый раз поговорили, мощный антиоксидант, проникающий через гематоэнцефалический барьер, работающий на всех уровнях нашего организма, являющийся мощнейшей защитой и источником витаминов в том числе. Результат. Через две недели, у меня через, ну да, через 10 дней, две недели, у меня полностью не отехали, не покраснение, не температура, а еще через 10 дней все это закручивалось, еще через, там, дня 4 я уже бегала на тренировки без надколежников. Хрустела я при этом, ребята, мне отшел бы впечатление, что Марина Федеренко в переводе советский трактор, который там бородит, поляет Украины, потому что слышно, наверное, было всем. И вот моего сознания хватило на следующее. Не месяц, не два, не три. До, день, в день. Это, это было не лечение, это было питание, это была вот обязанность, потому что я прекрасно знаю, что такое потерянные суставы. Я видела это. Ко мне приходили люди, я помню, мужчину элегантно одетого, там, в возрасте 50, с небольшим лет, который пришел, с трудом сел и плакал. Плакал не только потому, что ему очень больно, у него выродованы суставы, а плакал потому, что он сам не может ничего, ни ложку в рот, ни туалет сходить, расстегнуть, достигнуть внутрь. Это унизительно. Он просил вещества, которые, лекарства, которые обезболивали, пульторен, европен, да, конечно, не мог. А тогда их не было, не хватало, распределялось, конечно, все это не выписывал, и, конечно, он все-таки, нужно очень много закончить. Процесс не остановился. Более сняли, немножко воспаление не сняли, но процесс прогрессировал, пусть язва желудка. Итак, закончим, что я получила благодаря ассимилятору активированных воде. Я вернула себе возможность. Видят, состоят уже 15 лет, я стою по много часов на сцене, язва. Мозг организму позволяет мне чувствовать, что жизнь продолжается что-нибудь. Быть молодым, это здорово. Запомнили? Ассимилятор. Это набор экспериментов, которые, что же они делают для нашего организма? Первое. Улучшение процесса пищеварения. Есть два способа применения этих продуктов. Я задолго до еды запиваю стакан в воде. Если вы принимаете легкую растительную пищу, водную пищу, достаточно одной можно две тапсы. Три раза в день вот перед едой вы пили без замечаний. Или другой вариант. Через полтора часа после еды точно так же. Есть третий вариант. Не третий вариант, а количество. Если вы идете на день рождения, если Новый год, если у вас впереди этот вот сел, обычно так питался вроде раздельно, все нормально было. Например, яйца и овощи, сыры и овощи, или орехи и углеводы, изюм. Ну, все замечательно. А тут пришел, стол гонится, хозяйка смотрит на вас с заинтересованным мукхаб, и все подряд поехал, еще и в этих приемах, тогда две-три тапсулы до, где-то за два-сминут, за полчаса. Замечательно. Знаете, для чего? А для того, чтобы потом можно было встать из-за стола потанцевать, для того, чтобы живот не стоял выше крыши, для того, чтобы можно было не отравиться на этом празднике жизни. У меня была замечательная ситуация, многие люди, знаешь, я провожу, ну, встать до лет бывает в борзовке, это Вальдель Бартов на берегу моря, и вот по методу молодой человек, она там не была, хорошая посиделка, и просто хватается там, в поджелудочную железу, болит печень, есть что-нибудь, вверх капсулы ассимилятора, он прошел спросил, Марина, что это было, через 20 минут все закончилось, вообще, просто ферменты, убрали, я, давай следующий, Саша, и кестовый, третий вариант, это количество, не одно, а две, три, можете даже, четыре, ферментов, если вам предстоит большая нагрузка еды, знаете, свадьба, именины, юбилей, дегестовый, а это другой вариант, это те же самые ферменты, да, плюс пробиотики, почему это важно, почему это важно, дело в том, что пробиотики, они, у нас друзья, товарищи, они у нас помощники, они, они, сами принимают процесс, принимают участие в процессе пищеварения, кстати, выработки ферментов, потому что, потому что, на самом деле, ферменты получают, вот, природный, вот с вами, филаретом, именно в, из живых растений, не в бактерии, не в третий, прекрасный продукт, для чего нужен, и я надеюсь, вы запомнили, нормализация пищеварения, иммунитет, в том числе, противораповая профилактика, без ферментов, невозможно, с каждым годом, чем вы старше, тем больше ферментов, надо добавлять, то есть, не надо тоннами, надо просто регулярно, добавлять в еде ферменты, особенно, допустим, летом вы, у вас много бананов, ананасов, к сожалению, они химические обработки, много фруктов, овощей, живых, все, можно чуть меньше, зима, непременно увеличивайте, или, если вы склонны к ферментам, к химическому обработанному пищу, обязательно добавляйте, иначе будут проблемы, иначе, ищеверение, иммунитет, суставы, очки, мышцы, работа мышечной системы, мышечная слабость, в том числе, одна из причин, не только дефицита белка, но и дефицита ферментов, потому что, некому строить, в конце я там посылаю, не только фильмы, но и рассылочки есть, по поводу применения, отдельно, ассимилятор, пищеварительная формула, и у нас, дефицита был, и есть еще пищеварительная формула, то есть совершенно замечательный набор, ферментов, пожалуйста, используйте, ну и еще, я думаю, что все знают, это единственный, всеми продукт, там видно, видно, папайя, точно, замечательный фермент папайя, вот на Мальдийских островах, там просто местное население, у них растет, на них это маску, по городу, это то, что как у них папайя, да, и папайя обладает колоссальной, ну, колоссальной способностью переваривать, в первую очередь, белки, папайин, фермент папайина работает просто сказочно, как в листьях, так и продуктах, и, кстати, дети его очень любят, и, как правильно принимать человеческую форму, вот там вот есть, распечатка, прям специальная, не буду рассказывать, а то опять, все рассказала, не почитай ничего, почитай, кошки любят, животные любят, дети любят, взрослые любят, а знаете ли вы, у нас была совершенно замечательная история, Елочка Скилеров, у нее девочка, там 14-15 лет, наверное переходный возраст, она такая дерганная, она такая, может, как бы эмоционально не сдержанная, то что же это с моим ребенком, то плаксивая, то, видно, занятия тяжелые, там перенапрягают, и так далее, и так далее, и на диагностике, полевская диагностика, а вы знаете, полевская диагностика может с достаточным уровнем вероятности подсказать фамилия и имя, отчество незваного гостя, и ни одна больница, ни одна клиника этого не ищет, амебиаз, амебу, это одноклеточный паразит, такой, ну, наверняка все со школьного курса помните, амебу вовсе не безвредный, там, объект для исследования не проходит, амебу очень токсичны, амебу поражают и нервную систему в том числе, и защищены они белковой оболочкой, которая без ферментов не пробежит, девочка встала, и попая, все шло неделю, девочка говорит, мама и стала тормознутая, мама говорит, боже, какое счастье, я узнаю назад своего ребенка, запомните, борьба с хроническими паразитарными инфекциями без ферментов невозможна, заживление рак, восстановление после любых психических, физических травм, восстановление после большой перегрузки, без этого невозможно. Кстати, набор ферментов, в числе, бромелайна, честно говоря, здесь бромелайн в лоскале не надеется, что это будет действие, это маловероятно, но действительно, ферменты никогда сами не работают, им нужен товарищ, копферменты, так, у Максиска ферментов 10, но каждый фермент имеет своего еще друга товарища, и запускает его в витамины, это на следующий раз. Витамины мы поговорим, это безумно интересно, и очень много информации, может быть, не про все витамины поговорим, но как-то формируем. Но, для того, чтобы вот эта работа была и запускала, важно, чтобы ферменты работали. Вот чем хорошо папайя? Она работает в кислой, нейтральной, щелочной среде, практически универсальной. А большинство ферментов нуждается в щелочной среде. Представляете, вот вы купили ферменты в аптеке, да, а внутри среда закислена, деньги потратили, моча дорожает, результат вновь. Хронический панкреатив, развивается, яды, токсины, вздутие, агрессия, ну и так далее. Смотрите, насколько гениально то, что мы в хроновом клубе, насколько взаимосвязано, насколько поддерживается одно другим. Оптимальная работа ферментов, большинство из них, это щелочная среда, за исключением живых. Без ферментов мы не можем получить ни красивую кожу, ни борьбу с инфекцией, ни мощный иммунитет, ни длительную и продолжительную жизнь, ни защиту от онкологии, ни защиту наших суставов, почек, зрения, слуха и так далее. При сахарном диабете такие ферменты лучше принимать. Я очень люблю ассимилятор. При сахарном диабете ассимилятор и активин вместе с водой, глицетином. И есть у нас замечательный, коль спросили, обязательно скажу, есть у нас такой забытый в семье, редко покупаемый продукт эндуромак. Эндуромак в том числе содержит ферменты, которые влияют на наши чувства, тягу к слабам. Ну, например, вы знаете, что тягу к слабам, это такая же токсикомания, как и, допустим, зависимость от алкоголя, куриеного, наркотиков и так далее. То есть, если вы смотрите на конфеты и пересетесь, если вы спать легли, но помните, что шоколадка осталась в холодильнике, поднимаетесь в холодильнике, ребята у вас занесли. Вам не хватает хрома, связанного с работой в термикоте. и, а хрома это тот натуральный хром, который нам нужен, чтобы, вот есть блютоза, есть сахар, есть инсулин, все отлично, но в клетку войти не могут. Принцип вторичного сахарного деления. Все есть, строительный материал есть, инсулин, который, по идее, должен работать, есть, нет, ключа, который открывает этот дом, он называется хромомой. Хромомой содержит, это полинеподинокрома, вот именно он содержится и в активине, и в эндуроматике, понятно. Совершенно верно, совершенно верно. Мне очень радостно, что вы уже помогаете друг другу. Я ожидала от вас отзывов и результатов, пока не дождалась, буду постепенно сужать круг близкого общения. Ну, а сейчас мой подарок вам. Давай дальше, Сашита, два слайда и мы заканчиваем. Это, да, 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 использование, почему используются соусы, да, сейчас, секундочку, соусы, соевый соус очень богат ферментами, богатый ферментами, проросшие зерна, там, ячменя, пшеница и так далее. Они все богатые ферменты. Шелука, там, пшеница, овса и так далее тоже богатые. И клетчатые ферменты. Но, дело в том, что соевый соус был совершенно потрясающе длительное время, работал как источник ферментов и поэтому в восточной кухне использовался до, пока не появилась геномодифицированность. Сегодня найти не геномодифицированную соус большая проблема. А, вы знаете, я уже говорил, и наш президент очень жестко относится к этим вопросам, говорит, я не хочу тормить людей геномодифицированными продуктами. Так, флавосил источник в первую очередь клетчатки и замечательные предметы ферментов. Поехали дальше. Кстати, очень люблю, мне очень нравится орехов и крит. Люблю. А вот иллюстрация, это кадры из фильма, о котором я вам говорила. До и после. Вот, кристаллы до и кристаллы после, которые просто увеличение, вы все знаете, что фазово-контрастный микроскоп, увеличение 1600 раз. Следующий. источник гипертонической болезни. Вроде бы ничего особенного нет. Еда причина гипертонии. Почему? Потому что не хватило ферментов, ослабленный белковый, ферментативный банк, белковые, жировые остатки, склеивают элитроциты и мало щелочной воды. Особенно, кому-то достаточно, но основная масса людей из-за неправильного питания, склеенные элитроциты, кислородное голодание мозга, мозг ждет, ждет, просит, просит, не получает, в результате запускается механизм поднятия давления через почки, через югстодиумер и рульарный комплик, сначала сосуды, потом подключение почек и так далее. И мы, организм говорит, умирает без кислорода мозг, поднимает, мы говорим, ай-яй-яй, тебя треснет, разжимает, не могу, задыхаюсь, поднимает, мы разжимаем, и стоит забыть, принять таблетку, ай, стреляй, пополни, а причина-то, и казалось бы, эта борьба, знаете, вот дверь открыта, мы боремся, ломим стену из гранита и бетона. Вот вам другое, совершенно другое решение вопроса. Вода и ферменты, разжижение крови, разжижение крови, замечательный результат, стабилизация галлины. Поехали. Дальше. До и после это белые клетки крови, увеличение в размерах, увеличение активности, то, что мы называем как макрофакт, это внутри, таник, повторяй, тот же самый макрофакт, как он работает. Вы знаете, я туда приехал, темнокомный, первый раз пазлоконтрасный микроскоп привезли в Одессу, все прошли, я последний, я специально несколько дней не пила ни ферменты, не было интересно, вот если я пью, все хорошо, не пью, как будет. Мои макрофакт проявили такую бешеную активность, просто я, как торпеда, могла кровь, до размыва, до воды и ферментов лучше, чем очень многие копыки. Что получилось? Накопительный результат я в год пилан продуктов. Честно говоря, скажу откровенно, до сих пор люблю, люблю и употребляю активен, ассимилятор. Ну, а по поводу камней давайте уже отвечу на вопрос в карточке. Первое, возможно ли рассмотреть там «да». Все хирурги говорят «нет», но «их нет, мое «да» что по сравнению с заключениями на УЗИ людей, которые. Для этого нужно помнить людей, которые избавились от камней. Технология следующая «камни пучек» и «камни желудочного пузыря». «камни желудочного пузыря» пишем «корал майнт» обязательно. «корал майнт». Но пить надо каждый час, полтора, в общем, часто, регулярно, вот так как я, вы видите, я во время нашей встречи, я все время там раз в полчаса я делаю несколько глотков, я попиваю воду. Таким образом мы поддерживаем плаш нашего организма, в первую очередь на «челудочном пузыре». Не даем процессов, потому что процессы закисления все время не идут. Да, мы там где-то поели, мы подышали, ну и так далее. Второе, активнее, одна капсула, два воды, ассимилятор, одна капсула, три раза в день. И в случае нагрузки пищевой две-три капсулы, жёлчный пузырь, лецептин во время еды, мы же будем еще говорить подробненько во время еды. Ну и все как обычно, подготовка, колова, да, но если камни, что по поводу камней, честно говоря, это я придумала, ребята, приношу свои изменения. Американцы совершенно нечтожились, у меня нечтожились камней, без камней, никаких противопоказаний, колова не было иметь. Ну, я была молодым начинающим натуроплатом, и мне было, в общем-то, страшновато, но он, предупреждал обдув. На самом деле, ничего подобного, каждый, кто ходит в клозет, может идти в каловат без отмечения. Но, что я заметил, то, ну, во-первых, вы знаете, по составу камней бывают разные, и что большие камни, они обсыпаются, обтаивают в песочек, длительность процесса может быть под 2 месяцев до полутора лет, но зато без операции, и зато мы убираем не последствия, а мы убираем первую основу причину. Что же касается, там, прооприт, что-то я не увидела сейчас уже. Что же касается почек, добавьте, пожалуйста, вода, ассимилятор, активит, добавьте, пожалуйста, к этому перечню формула номер 6. Почему она, во-первых, почка, там идет постоянно борьба и сброс инфекций, и гуськие места, и это, во-первых, формула номер 6 снимает спазм почечный, да, противовоспалительные травки. И просто когда идут песок, метокристаллы могут паральни слизистую, дальше присоединяется воспаление, узкое место раздувания, почечная полиция, чтобы это не стало причиной. Я благодаря этой программе, я очень ее люблю, ее благодарен, потому что мой брат в свое время переболел переболезом, антибиотики, инвалидность, потеря слуха, там, частично, потеря слуха, и почечный колик, и больная печень, почечный колик, или, наверное, несколько раз в неделю баралгин, но, в общем, вы представляете, человек практически на людей. И вот только в коралловом колу, без единого лекарства, мы живем уже в последние 8 лет без обострений, без почечных колик вообще, но как только где-то мы начинаем шевелиться, у него просто дома постоянно холодное седьмое, седьмое, шестая формула и регулятор, а это он просто есть в отношении. Все. На сегодняшний день, я думаю, мы с вами поговорили, домашние задания. Мы с вами в конце сейчас вебинара. У вас появятся ссылки. Первое, это вот я снимала фильм, но мы монтировали фильм по поводу ассимиляторов и дистейлеров. Фильм, который я вам обещаю, был в ассамляне до августа и челатно по поводу ферментов и ассимиляторов. Несколько фильмов там есть и о том, как работают пищеварительные ферменты, где такие, если вы сходы не запомнили. Ну, честно говоря, достаточно в принципе иметь желание не построить. Без ферментов невозможно. Яды удалить невозможно, новое построить невозможно, процесс активного обмена веществ без ферментов не бывает. Пересмотрите свое питание, добавьте ферменты и добавьте активность и физическую информацию. Вмечательно все будет происходить. Домашнее задание. Там есть еще что-то читать в ферментах. Может быть, некоторые заявления слишком смелые, но я считаю, что все равно вы в интернете все читаете, смотрите. В основном это статьи, с которыми я согласен. И последнее. на следующей неделе я спрошу. Вот у меня сейчас к вам вопрос. А, отлюблю уже парафайт. Это подарок. Вот так выглядит банка парафайта. И у вас ссылка на материал по парафайте, который размещен в последнем журнале. Если у вас его просто нет, не дошел, не доехал. Вот материал по парафайте. Фантастика. Внутриклеточные паразиты в том числе. Отличие. Также я вам высылаю материал о коралмагнезиум. Давайте мы в следующий раз не витамин. Такая длинная тема. Макро-микроэлементы. Отлично. Минералы в следующий раз. Минералы. Поподробнее немножечко. Магнезиум. У кого напрягт нервная система, ребята, душевный, покойный. Дальше. Грифония. Вы чувствуете, разница в баночках. Грифония поразительный продукт. Ее сейчас попало в стрессовую ситуацию. Вы знаете, так здорово. Вот не сорваться, не... Очень помогает правильно реагировать. Замечательный продукт называется Грифония. Это все новые четыре продукта, которые пришли. И коробк хлорелла. Вот тоже источник замечательный. И ферментов, и клетчатки, и витаминов, минералов, ну и еще. Вот так. Кстати, уборка ежедневная в организме хороша. Всю информацию у вас она уже есть. То есть, я беспокоюсь о том, чтобы у вас на парафайф очередь. Успевайте, торопитесь, не ждите, через год я решусь. Сегодня у нас, знаете, за наши продукты, это вам не на рынке драка за кусок мяса. Это еще круче. Хорошо. И домашнее задание. Я думаю, что вот вы прямо сейчас слушая меня, можно задать вопрос лично всем, кто сейчас подумал, у меня есть знакомый, у кого проблема с суставами, у меня есть знакомый, который жалуется на песок и камни, у меня есть знакомый, у которого проблема с иммунитетом, у меня есть проблема, у которого есть проблема с кожей, и он лечится, мучается, а про керменты вообще не знает, у меня еще есть человек, которому я ничего об этом не сказала, а пищеварительные проблемы у него есть, он, сирота, мучается с фристалом, а результата настоящего не будет. Ребята, только что мы с вами увеличили список потенциальных партнеров, клиентов, тех людей, кому мы можем сообщить об этом, как минимум дать посмотреть в записи этот вебинар, и дать те фильмы, которые вы сейчас скачаете. Соответственно, домашнее задание. Я спрошу, сколько ассимилиров пищеварительных форм попали, сколько регистейбла вы продали за следующую неделю. Желаем большого успеха. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...